С каждым годом Лобня становится все краше, возраст ей явно к лицам. Одним из самых ярких мероприятий День города стало праздничное шествие. Сотни гаража в составе одной колонны прошли по центральной улице Ленина. В центре событий была и наша съемочная группа. Вверх взлетело панно с гербом Лобни из воздушных шаров. Праздничное шествие началось. Первыми прошли барабанщицы школы искусств и оркестр, лауреат губернаторской премии нашей Подмосковья. Лобня – город талантов и город ратной славы. Этот штандарт гордо несет молодежь, кадеты школы номер 3 имени героя Советского Союза Василия Борисова. А в этом году там открылся еще и класс благородных девиц. Где изучают этикет, психологию, курсы первой медицинской помощи, вокал и, конечно же, танцы. В колонне барышни выделялись изящными, сдержанными нарядами. Такой же костюм был у леди Мэри, которая называла себя совершенством из фильма. У нас есть специальные предметы, типа этикета. Мы учимся, мы ведем себя как леди. В юбилейном строю были почетные жители. Всего столь высокое звание имеют 48 человек. Лобня – это и город любящих сердец. В строю были юбиляры супружеской жизни. Принять участие в шествии сотрудники Лобнинского ЗАГСа пригласили и молодоженов. Еще 20 минут назад у них были разные фамилии, а теперь одна на двоих. Мы даже не думали об этом, как-то наугад все это было. Наугад? Правда не знали, да? У нас вообще 3-го числа должна быть роспись, но получилось, что 10-го. Мало того, что наше торжество, так вдобавок еще и день города, еще и юбилей. Колонну сотрудников администрации города возглавил ее руководитель Евгений Смышляев. Их отличали стильные оранжевые аксессуары – символ динамики и развития. Я пришла со своими коллегами на день города. Мы пришли поздравить наших граждан, руководство от города. И вообще сами пришли себя поздравить. Потому что город процветает, у нас город улучшается. И в общем, сегодня же солнечная погода, этому подтверждение. Следом затопали малыши. Наше будущее пока еще озорное и трогательное. Детский сад «Незабудка» поздравляет. Вот мы делаем российский флаг. Затем первоклашки. Их сразу видно по важному взрослому поведению. Их в этом году 1350 человек. В праздничном шествии участвовали все школы. Им есть кем гордиться. По центру города прошли юно-армейцы, кадеты, юные патриоты и экологи. Мы очень любим свою страну. Мы очень любим свой город. Что мы патриоты России. Форма – это из Бородино. Мы из Бородино. Военно-исторический лагерь. Мы там были летом 14 дней. И это очень интересно, познавательно и спортивно. Второй год у нас действует этот клуб. Разработана программа. Ребята изучают... То есть тесно мы взаимосвязаны с отделом полиции органов внутренних дел. То есть ребята изучают боевые приемы борьбы, изучают специфику работы каждой службы. То есть цель нашего клуба – это подготовка будущих воинов и сотрудников органов внутренних дел. Нынешний год, он объявлен годом экологии. Естественно, мы и так-то этим вопросом очень серьезно занимаемся. А сейчас наиболее усиленно. У нас сейчас в планах в год экологии провести акцию «Экодом» городскую, организаторами которой будем являться мы на базе пятой школы в преддверии биотурнира. То есть мы озадачиваем каждую школу, что дети собирают батарейки, дети собирают бакулатуру, дети собирают лампочки. И все это мы заносим в таблицу, и все это им будет дан как бы как стартовая площадка для того, чтобы как жеребьевка для участия в биотурнире, посвященному Году кино и Году экологии. В праздничном шествии принимали участие общественные организации, а их в городе более сорока. Они такая сила и опора, и город это чувствует давно. Всегда готовы и для разговора, они, общественность, им многое дано. Погода хорошая, мы все рады. Мы молодые, красивые и спортивные. Народ вышел на улицы, чтобы посмотрели друг на друга. Посмотрели, какой красивый наш город, и как нам живется. У нас праздничное, отличное настроение. Пенсионеры живем и жизнью радуемся. У нас вот только, когда я пошла на пенсию, самая жизнь наступила. Мы везде участвуем. Мы вот, я не знаю, где там выступают праздники, какие мы должны быть присутствовать. Вот теперь открытие было музея. Мы уже были там, да, вы знаете, здорово. Настроение отлично, будем петь песни, танцевать, плясать. Песелить народ. Радовать всех своим искусством. Чтобы было все хорошо, город обустраивается, чтобы было все так в дальнейшем. Спасибо Николаю Николаевичу, Речиснику. При поднякном настроении мы идем, сейчас пойдем по Красной площади, как бы хорошо у нас. Мы рады с днём рождения нашего города. Прежде всего рады, что мы можем вместе с нашим городом разделить эту радость праздника. Всех с праздника, с днём рождения, нашему городу 5 плюс 5. Идут кавалеры орденов и медалей, проявившие свой героизм и доблесть в борьбе за мир. Идут лобнинские казаки, хранители культурных традиций, как и армянские диаспоры. Надо сказать, что участники праздничного шествия, каждый в своем направлении, гениален. Так что Лобня – это еще и город с сотен талантов. Мы пришли сегодня с организацией «Анос Иван», у нас Лобнинское городское отделение Союза Армян России. И мы пришли, у нас есть футбольная команда. Мы неоднократно побеждали во всех турнирах и городских, и областных, и во многих. И у нас очень много призовых мест всегда. Сегодня пригласила ансамбль «Капелька», солисты, Милана Комполниченко, София Афанасьева, ну в общем еще ансамбль «Ритмы детства», ансамбль «Веселые ребята». Они у меня все лауреаты, они у меня и на «Голосе» уже были, и на «Синей птице», и на «Новой волне». То есть работаем, стараемся, стремимся и развиваемся. Медики, социальные работники, полицейские, пожарные – людей, которые лечат, помогают, охраняют и спасают. В зрители встречали громкими аплодисментами. Со зрительских трибун за шествием наблюдали представители областной власти. У города большие планы, большие перспективы, растет очень быстро, но при этом есть свои традиции, которые очень заботливо сохраняются. Хочу поздравить всех с этим днем, с днем рождения. К тому же к дню рождения принято приносить много подарков, и город себе действительно сделал много подарков. Это было и открытие памятника чернобыльцам, это и музыкальная школа, и сегодня еще все продолжается. Поэтому хочется еще раз пожелать здоровья, процветания, и самое главное, чтобы как можно было больше планов, и чтобы они свершались. Я хочу поздравить всех наших жителей, дорогих лобнинцев, с днем города. Это замечательный праздник замечательного русского города. Пожелать нашим жителям здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Лобнинские предприятия ярко заявили о себе на праздничном шествии. Многие прошли с растяжками, на которых исключительно признание в любви прекрасному городу. Сегодня такое действительно событие, 55 лет нашему любимому городу Лобни, поэтому мы очень рады, довольны, отмечаем весело. Как работаем, так и отмечаем. Поэтому хочу сказать всем, что когда мы вместе, мы сила. Спасибо. А вот вы посмотрите, это наш коллектив сотрудников «Звезда», собранный из всех отделов. Да, здесь у нас и представители цехов, есть и сильные мужчины, и милые девушки, которые помогают нашей продукции распространяться по всему миру. Лобнинская «Звезда» давно и ярко, если не ярче всех, сияет на мировом небосклоне. Сборные модели успешно продаются более чем в 50 странах мира. Далеко за пределами города известны многие лобнинские производители. К примеру, стройфарфор на торжественном пуске завода некогда присутствовала Крупская. Многие дома в Москве и Подмосковье построены из кирпича, сделанного на лобнинском керамическом заводе. Компания «Мидл» стала ведущим российским поставщиком весового оборудования. А компания «Зика» принимала участие в строительстве важнейших российских объектов. Словом, «Мэйд ин лобни» – это уже как знак качества. Нашествия участники показали себя и присмотрелись конкурентам. То, что есть в городе, это его гордость. И гордиться нужно все-таки, понимать, чем гордишься, знать в лицо, скажем так, своих производителей местных. Так что все это нужно в первую очередь жителям города. Да и нам самим тоже посмотреть друг на друга, кто же с нами за соседним, так сказать, забором работает. Яркая творческая культурная лобня предстала во всей красе, как и молодежь. Всего в городе 15 тысяч молодых людей. Активисты поднимают ветер перемен. Всегда к лучшему. Так велосообщество «Кусты» проводит велогонки и велопарады. И стало инициатором проекта «Все на велосипед». Имелись в виду в том числе и люди с ограничениями здоровья. Спасибо большое всем, кто участвовал в сборе подписей на приобретение тандема. Потому что, во-первых, это очень удобно. И дети заняты, и родители. То есть совместный досуг будут проводить теперь вместе. Это объединяет. Все люди выходят. Кто-то проходит, кто-то наоборот только смотрит. То есть довольно интересны дети. И также представляют разные компании, группы, школьников. Это тоже как бы познавательно. Все узнают, смотрят. Все красиво, весело. Лобня – это еще и город побед и достижений. Наши спортсмены прошли по городу с гордо поднятой головой. Они – чемпионы мировых первенств. Ну или будущие? Точно. Как вы считаете, вы сегодня в этой колонии самые сильные? Я считаю, что нет. Потому что есть казаки, которые метают лопатки, они стреляют из автомата. Но думаю, что мы второго места хотя бы заслуживаем. Замыкал шествие парад ретроавтомобилей благотворительного фонда «Обелиск». «Волга-21» и «24» в служебном исполнении советской полиции. Победа. Мотоциклы с коляской прошлого столетия. Впереди, естественно, была легендарная «Чайка». Ежегодно принимаем участие. Это наш долг перед ветеранами. И долг гражданина Лобня. Городу хочется пожелать процветания, дальнейшего развития, дорог хороших, чиновников адекватных. Чтобы побольше проводилось таких мероприятий прекрасных. С участием и общественных организаций, и мотоциклистов, и нашего мотоклуба. Мы всегда готовы городу на помощь прийти, организовать красивую колонну, проехать. Коробка-автомат, удобные диваны, обитые бархатом, простор. Не зря «Чайку» называют лучшим автомобилем. Ее окружил почетный эскорт мотоциклистов Лобнинской мотоконфедерации. Молодые люди на железных конях активно участвуют во многих военно-патриотических проектах. Вы же герб видели, наш флаг видели. «Чайка». Поэтому и «Чайка» это же символично. Конечно, мы могли бы поехать на победе, например, как на 9 мая. Но «Чайка» это же символ города. Город – это его жители. Мы живем в обществе успешных, активных, талантливых, спортивных, патриотичных, добродушных, отзывчивых оптимистов. Спасибо вам, лобнинцы, за ваши успехи, за теплые слова и хорошее настроение, которое вы подарили городу на юбилей. Так держать! Екатерина Клемешева, Алексей Бойко, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».